Добрый вечер, здравствуйте! Да, вот в клубе «Архея» выступал уже много раз, и в этот раз меня пригласили по такому странному поводу, что у нас вышла из печати вот такая книжка «Общая биология. Экология, эволюция, история жизни на Земле». Я один из ее авторов, кроме меня автор Михаил Борисович Беркинблит и Полина Андреевна Волкова, одна из ее книг про экологию тоже там лежит, другая, не эта. Но я не знаю, что про эту книжку рассказывать, в общем, почти ничего. Написали мы ее не от хорошей жизни, а по причине того, что у нас учебник биологии выпал из так называемого федерального перечня, и через некоторое время преподавать по нему в школе будет нельзя. Почему он оттуда выпал, почему этот федеральный перечень так сильно за последнее время сократился, это совсем другая история. Про это, может быть, и можно было бы прочитать какую-нибудь лекцию, но в другой раз. А эта книжка – это просто более-менее такое, ну, немножко расширенное, осовремененное изложение тем школьного курса. Экологии, эволюционной теории, или, как сейчас говорят чаще, эволюционной биологии, и палеонтологии, или истории развития жизни на Земле. И, может быть, единственное ее достоинство – это, что она сжатая, ну, и так мы старались ее достаточно логично написать, и не сделать особенных ляпов. Я предложил вместо этого рассказать про одну из глав этой книги, про теорию эволюции, ну, на таком популярном уровне, как она возникла, что она собой представляет, в чем ее современное значение, в чем ее смысл. Если вас эта тема заинтересует, я могу порекомендовать совсем другую книжку, вот эту. Вот это неинтересно считать, а вот эта, вот эта интересная книжка, ее написал наш вот с Еленой Алексеевной Мусаткиной одноклассник Боря Жуков, биолог, выпускник биофака МГУ и научный журналист. Она называется «Дарвинизм в 21 веке». Действительно очень здорово написана, хотя она такая толстая, я, например, ее легко на одном дыхании прочитал, и вот прочитав эту книжку, вы действительно получите представление о современной эволюционной теории гораздо лучшее, чем после моей такой вот вводной лекции. Ну вот, значит, рассказ будет не про книгу, а про теорию эволюции. Пардон. Значит, эволюция – это постепенное развитие во времени чего-нибудь, а когда мы говорим про биологическую эволюцию, то мы имеем в виду изменения во времени биосферы и отдельных живых существ, которые ее составляют. И теория, которая описывает этот процесс, должна объяснить, как, во-первых, возникает разнообразие этих живых существ, и, во-вторых, почему и как они приспосабливаются к окружающим условиям. Ну, надо сказать, что сама идея эволюции возникла недавно. Большую часть времени развития биологии даже в новом времени господствовало представление о том, что виды неизменны. Не только среди религиозных мыслителей, но и среди ученых. Хотя отдельные идеи, конечно, того, что живые существа изменяются, известны с античности, там, с поэм «Титул Креция Кары». Первая, более-менее такая цельная, завершенная теория эволюции, теория Ламарка, была создана только в начале XIX века. Книга «Философия зоологии» вышла в свет в 1809 году, в год рождения Чарльза Дарвина, кстати. Так совпало по времени. Ну, и Ламарк доказывал, во-первых, что эволюция существует. Он был, в числе прочего, палеонтологом, занимался беспозвоночными, нашел в последовательных слоях отложений, такие, более-менее похожие друг на друга, но разные формы раковин моллюсков, и пытался объяснить ее механизмы, этой эволюции. Достаточно неудачно. Хотя многое в его теории было предвосхищено верно. Например, он считал, что эволюция – это очень медленный, постепенный процесс. И хотя Библия утверждала, что Земля возникла там 8 тысяч лет назад, Ламарк догадался, что она существует на самом деле миллионы и сотни миллионов лет. Вообще споры о возрасте Земли – интересная тема. Она шла там весь XIX век, и оказывалось, что геологи и биологи гораздо ближе к истине, чем физики в те времена. Это отдельная тема, не будем в это углубляться. А через 50 лет вышла в свет книга Дарвина «Происхождение видов» или «Сохранение благоприятствуемых пород борьбы на жизнь», которая совершила переворот в науке настолько радикальный, что историки биологии делят всю историю ее на два этапа – до-дарвиновский и дарвиновский, потому что действительно произошло коренное изменение мировоззрения многих ученых. Причем, если теорию Ламарка биологи, в общем-то, отвергли, то книга Дарвина была принята на ура, и большинство ученых его однозначно поддержали. Ну и с тех пор, через некоторое время, теория революции вошла во все учебники, в том числе школьные, и там присутствуют. И Дарвин – это единственный биолог, который в учебнике биологии современному достоин биографии. Углубляться я в него не буду, я могу только посоветовать прочитать книгу Дарвина, которую он написал уже в старости, незадолго до смерти. У него есть автобиография, прекрасно написанная. Он вообще отлично владел литературным слогом. Это очень интересная книга. Интересно, в частности, то, что он был родственником многих других выдающихся ученых, политических деятелей, литераторов. И в частности, его, я не могу в это вникнуть, то ли двоюродным, то ли троюродным братом, был такой Фрэнсис Гальтон, один из основателей генетики и некоторых других областей науки, который, в частности, занимался проблемами наследованием умственных способностей. Дарвин успел поучиться в двух университетах. Сначала он учился на врача, потом бросил, поступил в другой университет, стал учиться на священника. Был такой период в его биографии, когда он собирался стать священнослужителем. И в этом втором университете он познакомился с профессором, который увидел в нем, видимо, выдающиеся способности, и дал ему совет, который определил всю его жизнь. Он посоветовал ему наняться натуралистом на судно «Бигль» и отправиться в кругосветное плавание. Но платить надо было самому за это, там денег у него не было, деньги были у его папы, преуспевающего врача, и тот ему отказал. Однако случилось так, что он сделал оговорку, что если там тебе посоветуют кто-нибудь, кому я верю, то я тебя отпущу. И случилось так, что дядя Дарвина дал совет его отпустить, и он действительно попал на это судно. Да, он попал на это судно. Что-то у меня тут прощелкалось, извините, случайно, техника. Да, я... У меня другие кнопки. Прошу прощения, сейчас мы вернемся к этому моменту. Нет, тут все-таки прощелкнулось несколько слайдов, куда-то выпали. Ну, неважно, я без них скажу, простите, что тут нет иллюстрации, бывает, куда-то выпали из презентации. Значит, Дарвину было 22 года, когда он попал на это судно. И проплавал он на нем пять лет. Правда, высаживаясь на берег, он, например, по Южной Америке большое совершил путешествие. Ну, и уехал он студентом старшего курса, а вернулся, не имея никакого руководства, в общем, как многие отмечали, таким уже состоявшимся ученым. Многие заделы, которые возникли во время этого путешествия, он разрабатывал длительное время, написал много книг. Первая книга была о путешествии натуралиста на корабле «Бигль». Она тоже стала бестселлером. Ее там переиздавали много раз, до сих пор переиздают. Но самым главным в этом путешествии было то, что он попал на Колбогосские острова. Вот эти несколько слайдов куда-то выпали у меня. И на этих Колбогосских островах у него, видимо, в первый раз возникла идея о том, что видоизменяемы. В частности, потому что он нашел там таких птичек, Дарвина и Юрков. Единственный вид, похожий на них, обитает в Южной Америке. Галапагосские острова – это тогда уже было понятно. Это довольно молодые острова, возникшие в результате вулканической деятельности. Сейчас известно, что их возраст там от 3 до 5 миллионов лет. И Дарвин начал размышлять, откуда вообще эти вьюрки там могли взяться. Ну и пришел к выводу, что, наверное, какой-то предковый вьюрок был занесен там ветром из Южной Америки, а потом на каждом острове возникли свои разновидности, свои виды. Ну и эту идею он долгое время там вынашивал, как-то вынашивал в голове, и потом она привела его к тому, что он создал свою теорию эволюции. Я понял, почему эти слайды там дальше. Ну вот, дальше мы немножко отвлечемся от этой истории и поговорим про то, какие сложности возникают, когда мы изучаем этот процесс. Вот возраст этих островов Галапагосских – где-то 3-5 миллионов лет. Ну понятно, что мы не можем непосредственно проследить за тем, что было в течение этих 3-5 миллионов лет. Мы не можем восстановить ход событий, которые привели к появлению даже таких сравнительно молодых видов живых организмов. И поэтому мы можем пользоваться только косвенными свидетельствами. Это проблема многих естественных наук, не только теории эволюции, а, например, астрономии и многих других. Но, тем не менее, мы будем обсуждать теорию эволюции с позицией науки, а не того, что могло бы прийти нам в голову, если мы во что-то верим. Потому что объяснить эволюцию божественным промыслом очень легко. Но тогда наука к этому не имеет отношения. Если мы хотим оставаться на позициях науки, то мы должны предложить какие-то научные объяснения наблюдаемым явлениям, пусть и не непосредственно наблюдаемым, которых мы не можем видеть глазами, и дальше сделать проверяемые предсказания. И если эти проверяемые предсказания в целом будут выполняться, то мы можем считать с научной точки зрения, что наша теория истинная. Если они будут выполняться частично, то значит, она правильная частично, ее надо уточнять. Но если они будут потом опровергнуты, значит, эта теория неправильная. И надо сказать, что вопреки часто предъявляемым претензиям, многие предсказания теории эволюции правильные и проверяемые, и я дальше постараюсь это показать. Ну а главной заслугой Дарвина многие считают то, что он создал теорию естественного отбора. Хотя у него была вторая очень важная заслуга, которая тоже лежит в основе теории эволюции современной. Он первым серьезно начал изучать изменчивость живых организмов, обратил внимание на то, что они не одинаковые. И так получилось, можно сказать, ему повезло, что он все тянул, 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 и хотел на эту тему написать многотомную книгу, монографию, большого объема. И тут пришла статья его молодого соотечественника, Дарвину к тому моменту уже было 50 лет, который излагал очень похожие взгляды. Сам он в это время сидел где-то в Индонезии, на Яве, то ли на Суматре. Это был натуралист Альфред Рассел Уоллес, и друзья посоветовали Дарвину все-таки не терять авторитет, не терять приоритета. Посоветовали ему написать короткую статью. Обе статьи были опубликованы в одном номере журнала. А после этого это сподвигло Дарвина сократить свой труд до одного тома. И, видимо, очень способствовало успеху теории эволюции, потому что пять томов никто почитать не стал, один том небольшого объема прочитали многие. И эта его теория была быстро принята, в частности потому, что он предложил очень понятную, четкую, простую схему, которая объясняла движущие силы эволюции. Но многие слышали, что в основе его теории лежит борьба за существование, «struggle for life» по-английски. А к идее борьбы за существование он пришел благодаря работам такого, не знаю, как это сказать, сейчас бы сказали, социолога, экономиста Мальтуса, которому почему-то пришло в голову, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, но это, в общем, верно. А вот средства производства, в частности, продовольствия, в арифметическое. Отсюда он делал вывод, что неизбежно там перенаселение, войны и всякие бедствия. В целом, его предсказания не оправдались. Но сама идея о том, что все организмы размножаются в геометрической прогрессии, Дарвина очень задело, так сказать. Он понял, что большинство организмов, которые родились на свет, неизбежно погибают в естественных условиях. Потому что понятно, что такое геометрическая прогрессия. Если бы они все выживали, то даже самые медленно размножающиеся организмы, там типа слонов, заполнили бы землю за тысячи лет ровным слоем и стали бы громоздиться друг на друга. Погибают они из-за того, что ресурсы, которые реально существуют для любого живого организма, ограничены. И в результате возникает борьба за существование, прежде всего, конкуренция за ресурсы. Потому что то, что называется в биологии конкуренция, это всегда борьба за что-то. Ну, например, там не столько даже волк борется с зайцем, хотя, конечно, борется. Если заяц убежал, то он победил в борьбе за существование. Если волк его догнал, то волк победил. Сколько борются между собой волки за то, чтобы поймать ограниченное количество зайцев. Хотя, когда волк гонится за зайцем, он может не видеть никакого другого волка, он с ним борется в этот момент. Вот что такое борьба за существование. Ну, а от чего зависит исход этой борьбы? Дарвин решил, что он должен зависеть от каких-то индивидуальных особенностей особей. Ну, что, в общем-то, логично. Если волк бегает быстрее, то он имеет больше шансов догнать зайца, чем какой-то другой волк. Это определяется изменчивостью. Всеобщим свойством живого Дарвин изучал его подробно, на примере домашних животных в первую очередь. И он предположил, что эти индивидуальные различия наследуются. Это было слабое место его теории, про это еще упомяну, поскольку механизмы наследования признаков были абсолютно неизвестны в это время. А в итоге борьба за существование и наследственная изменчивость порождают естественный отбор. То есть выживание более приспособленных к данным условиям особей. Про естественный отбор мы поговорим чуть подробнее потом. Но естественным отбором Дарвин объяснял приспособление особей к окружающим условиям. То есть адаптация, возникновение адаптации. Не случайно его книга называется «Происхождение видов». Он давал ей объяснение того, как из одного вида могут возникнуть два. Основная идея тут была такая, что внутривидовая конкуренция может быть очень острой, потому что особи одного вида используют одни и те же ресурсы, и за них они, соответственно, и конкурируют. А если какие-то особи уклоняются по своим признакам, то они могут начать использовать другие ресурсы. И расширив там свою кормовую базу или место, где они могут выводить потомство, там строить гнезда и что-то еще, они могут получить преимущество. То есть может произойти внутри вида расхождение признаков, дивергенция. И таким образом может из одного вида получиться там два или несколько видов потомков, что он и наблюдал на Галапагостских островах в реальности. Что же касается естественного отбора, то тут важно не только то, что эти особи, которые чем-то лучше остальных, выживают, а и то, что они преимущественно размножаются. Но это значит, что они оставляют больше потомства, чем в среднем в данной популяции. В реальности пришлось потом дополнить идеи теории эволюции представлениями о наследственности. И когда это произошло, примерно в 20-е годы XX века, то вместо исходного дерминизма возникла более-менее уже современная, так называемая синтетическая теория эволюции. Согласно этой теории источник наследственной изменчивости – это мутации. Какие-то случайные, ненаправленные изменения в ДНК, которые могут передаваться следующим поколениям организмов. Что значит, что они случайные? Это означает, что они направлены к приспособлению к каким-то конкретным условиям среды. То есть они случайны по отношению к тем условиям среды, в которых они возникли. Например, если мы добавляем в среду антибиотик, а там живут какие-то бактерии, то не повысится частота мутаций, которые позволяют им приобрести устойчивость к этому антибиотику. Она останется прежней, будет такой же, как в отсутствии антибиотика. И будут возникать мутации, которые снизят устойчивость к антибиотику, которые не повлияют на нее, которые ее повысят в тех же примерно пропорциях, как и до его добавления. Это было доказано впоследствии разными хитрыми экспериментами, молекулярными биологами. И таким образом можно сказать, что эволюция по Дарвину на основе естественного отбора – это вот такой случайный выбор, или, точнее, перебор вариантов с запоминанием и воспроизведением удачных вариантов. Вот это суть современной теории эволюции. Это просто иллюстрация. В этом же состоит, собственно, суть естественного отбора. Он позволяет запомнить вот этот вот удачный вариант и дальше воспровести его в большом количестве копий. А среди этих удачных копий могут возникнуть новые дополнительные мутации, которые сделают их еще более удачными. И таким образом эти варианты в усовершенственном виде будут распространяться по популяции и, в конце концов, вытеснят неудачные. Ну, Дарвин считал, что эволюция – это медленный, постепенный процесс, что эти случайные наследуемые уклонения, как правило, приводят к каким-то незначительным изменениям, и, главное, его двигатель… О, Боже, тут все перемешалось. Я прошу прощения, что тут произошло? Что-то случилось с последовательностью слайдов. Нет, нет, нет. Не знаю, что произошло с флешкой. Да, ну и вот то, что… Попробуем в этом разобраться, прошу прощения, какие-то странные с презентацией возникли проблемы. То, что путем случайного такого перебора создаются какие-то очень сложные структуры, многих людей от этой теории эволюции отталкивает. И кажется, что это невозможно. Противники часто говорят, что… Вот представить себе, что какая-то сложная структура, типа живой клетки или какого-нибудь органоида, рибосомы или глаза, который что-то видит, возникло путем случайного перебора, это то же самое, что прийти на берег моря, найти там часы и решить, что они возникли сами собой из каких-то деталек. Нет, этого, конечно, быть не может. Мы понимаем, что часы сделал часовщик, значит, живые организмы тоже создал Господь Бог. Ну и, кроме того, совершенно непонятно, как организмы могут осваивать какие-то чуждые для них условия. Рыбы живут в воде, а вы говорите, что они потом вышли на сушу и превратились там в лягушек и нас с вами. А динозавры бегают по земле, а вы говорите, что они превратились в птиц. Ну как такое может быть? Как рыба вообще может выплыть на сушу и превратиться в наземный организм? Кроме того, теория эволюции утверждает, что все живые организмы имели общих предков и между ними существовали переходные формы. Вот каких-нибудь там медведей возникли, но на самом деле не слоны, слоны не имеют общих предков с медведями, а вот, допустим, моржи и тюлени. Как такое может быть? И какие между ними могут быть переходные формы? Как можно себе представить, что люди и мухи имели общих предков? Что они собой представляли? Все это выглядит очень странно, поэтому для людей не специалистов сам факт эволюции нуждается в доказательствах. И по этому поводу была написана такая прекрасная популярная статья. Я даже собирался в ее написании принять участие, но, к сожалению, не успел. Жалею об этом. Там ученые, эволюционисты, биологи разных специальностей вот написали и опубликовали на таком сайте, который ведет Александр Марков, нынешний завкафедрой эволюционной биологии на биофаке, сайт Macro Evolution. Рекомендую. Ну и наиболее, может быть, такой понятный пример. Сейчас только с кнопками еще разобраться. Это наличие рудиментов глаз у животных, которые живут в пещере. Понятно, что если бы их предки жили всегда в пещере, были неизменными, были созданы для жизни в пещере, то глаза им были бы не нужны просто. А на самом деле мы знаем такие виды рыб, у которых одни популяции живут на суше, живут на свету, в наземных водоемах, а другие обитают в пещерах. Причем среди этих пещерных популяций есть такие, у которых глаза почти хорошо развиты, недоразвиты и почти исчезли. Ну и понятно, что эти глаза, они унаследовали от тех предков, которые жили на свету. И хотя сейчас они не нужны этим рыбам, они живут в полной темноте, они просто еще не успели от них избавиться. Хотя, видимо, избавятся впоследствии, поскольку доказано, что для развития этих глаз нужно довольно много энергии, и они действительно эту энергию вынуждены затрачивать. Иногда более-менее очевидно по самим признакам, что они унаследованы от каких-то предков, ведущих совершенно другой образ жизни. Ну, например, как многие, наверное, знают, у человека развиваются жаберные дуги, и даже между ними частично жаберные щели. Хотя никаких жабр нет ни у зародыша человека, ни у взрослого человека. Человек никогда не дышит жабрами. И без теории революции совершенно непонятно, почему вообще такие органы у зародыша человека имеются, и зачем эти жаберные щели могли бы быть нужны. Одна из них потом превращается в нашу эстахиевую трубу, которая функционирует во взрослом состоянии, остальные зарастают. Довольно очевидно, что они унаследованы от рыб. Тут тоже что-то перепуталось. И на самом деле, самым таким вот, может быть, ярким триумфом теории эволюции стал момент, когда мы научились читать последовательности нуклеотидов ДНК. Потому что в сущности это стало независимым подтверждением теории эволюции. Таким, которого никто не ждал, ниоткуда не следовало, что оно появится. Многие считали, что вообще выяснить это невозможно. И однако в целом оказалось, что родственные отношения организмов, восстановленные по сходству их последовательностей ДНК, в общем, примерно такие же, как предсказывала теория эволюции. Если бы оказалось, что ДНК человека по последовательностям нуклеотидов по своим текстам больше похоже на ДНК рыбы или лягушки, чем на ДНК обезьяны или собаки, это было бы четким опровержением предсказаний теории эволюции. Но этого не произошло. Как раз наоборот, наиболее похожие тексты, которые записаны в ДНК человека и обезьяны, посильнее различаются у человека и собаки, еще посильнее у человека и лягушки, еще посильнее у человека, у рыбы или у миноги. А предвидеть этого никто не мог. Интересно, что похожи между собой не только те тексты, которые записаны в ДНК, и кодируют белки, то есть нуклеотидные последовательности настоящих генов, но и такие тексты, которые уже ничего не кодируют, так называемые псевдогены. Их сходство никак нельзя объяснить приспособлением, а можно объяснить только тем, что они получены из одного источника, из общего генома, общих предков этих живых организмов. Ну и благодаря, собственно, этим текстам мы можем сейчас восстановить родственные отношения всех живых организмов, и это достаточно важно, будет понятно скоро почему. Ну, любая аналогия хромает, но надо сказать, что все-таки вот эта аналогия эволюции слов показывает, какие проблемы возникают здесь для эволюционной теории. Понятно, что в ходе эволюции какие-то бессмысленные слова недопустимы. И с этой точки зрения совершенно непонятно, как из одного гена получить другой, который кодирует совсем другой белок со всем другими функциями. Потому что очень сложно себе представить, что все переходные варианты между ними будут работать. На первый взгляд, это очень серьезное затруднение, потому что, видите, мы можем там заменять одну букву или вставлять одну букву, или убирать одну букву, но главное условие, чтобы все эти слова были осмысленны. И из слова кит мы можем получить там довольно много слов. Мы не можем получить из кита сон, не пройдя через какие-то бессмысленные словосочетания. И это большая проблема. Но ее удалось решить, потому что оказалось, что участки ДНК, гены могут в ходе понятных процессов, в ходе эволюции удваиваться. И мы можем получить вторую копию кита или кота, или какого-то другого слова, которое будет определять появление того же самого белка. Если у нас есть две копии, то одна из них может меняться как угодно. Вторая будет работать. Мы будем иметь белок с функцией код, а второе слово может превратиться временно во что-то бессмысленное и накапливать мутации. С высокой вероятностью это переведет к тому, что ничего хорошего из него не получится. Но в некотором проценте случаев путем случайного перебора из него получится какое-нибудь совсем другое слово, типа слова сон. И оно начнет работать и обеспечивать сон и выполнять новую функцию. Правда, этот вариант уже не совсем по Дарвину, потому что здесь нет таких вот на этапе удвоения уж совсем медленных, постепенных изменений. Ну, ничего, не все происходит по Дарвину. И то, что у организмов есть ДНК, и то, что их фенотип возникает за счет расшифровки генетического кода, точнее прочтения генетического кода биологам, несказанно повезло. Потому что если у археологов есть записи только за какие-то последние этапы человеческой истории, только за тот период, когда возникла письменность, то у биологов практически в руках есть записи всей эволюции живого. Несмотря на то, что ДНК можно расшифровать только у современных организмов, ну и у небольшого количества недавно вымерших. На самом же деле современные методы биоинформатики позволяют, сравнивая ДНК разных ныне живущих живых организмов, восстановить те последовательности ДНК, которые были характерны для их очень далеких предков. Например, сравнив там гены белков самых разных бактерий, каких-нибудь одноклеточных, растений и животных, можно представить себе, какой набор генов был у самых первых клеток. Более того, можно представить себе, какими были эти гены, какие белки примерно они кодировали и в каких условиях эти белки могли работать. То есть мы можем узнать, в каких условиях 4 миллиарда лет возникла первая клетка и какой у нее был набор белков. Можно узнать, было ли цветовое зрение у динозавров и как они различали цвета. Это известно. Было. Хорошо различали. Можно узнать там, где обитали общие предки всех современных людей. И сейчас доказано, что это была Африка. Можно узнать, когда, сколько лет назад и в каком районе появился возбудитель чумы или какой-нибудь другой болезни. Это тоже известно. Современная форма возбудителя чумы, кстати, возникла довольно недавно, несколько тысяч лет назад. И произошло это в Северо-Восточной Азии, в районе примерно современной Монголии. Потом она эволюционировала. Ну и вот от этих исследований, связанных с изучением последовательности ДНК, в общем, можно получить наибольшую пользу от теории эволюции. А поскольку название лекции теории эволюции это практичная теория, то я про это теперь немножко расскажу. Это вторая часть лекции. Ну, правда, пользу мы будем понимать в широком смысле, хотя в первую очередь речь пойдет про практическую пользу. Во-первых, генетика, а значит, отчасти теория эволюции это основа селекции. Надо сказать, что Дарвину очень трудно было изучать естественный отбор. Он этого даже не пытался делать. В качестве модели естественного отбора он рассматривал искусственный отбор при выведении новых пород и сортов животных и растений. И теории эволюции вместе с генетикой показывают нам многие важные для селекции проблемы и пути их решения. На самом деле, еще в начале 20 века такой датский ученый Агансон провел эксперименты, которые показали довольно естественно, что если среди растений нет наследственной изменчивости, то есть если это, как говорят, чистая линия генетически однородные растения, то хоть ты убейся, но нельзя получить из нее никакого нового сорта. Признаки растений будут те же самые из поколения в поколение. К сожалению, в нашей стране эти данные не захотели учитывать по политическим мотивам. Генетика была объявлена уже наукой, возникла так называемая мичуринская биология под руководством Трофима Денисовича Лысенко, который пытался получить новые сорта растений путем их воспитания. Ничего из этого, естественно, не вышло и выйти не могло, и все его результаты по введению таких сортов были просто обыкновенным мошенничеством. Хотя, надо сказать, под его руководством работали и нормальные селекционеры, делая вид, что они следуют его указаниям, а на самом деле проводя искусственный отбор. Так что для любого отбора сначала нужно найти наследственную изменчивость. Вопрос, где искать эту изменчивость? Где найти наиболее разнообразный исходный материал для последующей селекции? Опять же, еще в начале XX века ответ на этот вопрос нашел Николай Иванович Вавилов, который организовывал экспедиции во все страны мира для поиска примитивных сортов и диких предков культурных растений. Он создал так называемую теорию центров происхождения культурных растений. В усовершенственном виде она устояла, ее признают ученые и сейчас, и постулировал, что там, где эти растения возникли, то есть были одомашнены, оккультурены, про растения говорят, там, скорее всего, найдутся их дикие предки, примитивные сорта, наибольшее генетическое разнообразие, и туда-то надо снарядить экспедиции за поиском этих сортов. Ну и, собственно, этим он занимался большую часть своей жизни. И эти исследования не потеряли своей актуальности и до сих пор, а пренебрежение этим, как показал опыт, может иметь ужасные последствия. Вот, пример таких последствий это так называемый картофельный голод в Европе, и в частности в Ирландии, из-за которого миллион человек погибли от голода, а еще там два или три миллиона эмигрировали из Ирландии, как наиболее пострадавшей страны. Связано это было с тем, что картофель завезли из Аннского центра, из Южной Америки, сначала в Северную, а потом в Европу, и селекцию картофеля проводили, ну, понятно, по каким признакам. Повышенная урожайность, повышенное содержание крахмала, повышенная скороспелость, чтобы он вовремя давал урожай, его можно было убрать до заморозков, но никому в голову не приходило проводить какую-то селекцию на устойчивость к болезням. А в середине 50-х годов 19-го века из Северной, видимо, Америки, был заведен паразит картофеля, фитофтора, и он вызвал ужасную эпифитотию, так говорят, про эпидемии среди растений, и гибель урожая практически во всех европейских странах. Продолжалась эта эпифитотия несколько лет, урожай погиб, и это вызвало вот такие страшные последствия. Ну, где искать гены устойчивости к фитофторозу? Ну, понятно, там, где картофель долгое время сосуществовал с этим паразитом, то есть на его родине. И действительно, среди диких предков картофеля и южноамериканских сортов удалось найти устойчивое, скрестить их с европейскими сортами и таким образом эту проблему решить. Ну, а сейчас к этому можно еще подключить и генную инженерию. Вот удивительно, что некоторые люди не верят в естественный отбор, потому что мы наблюдаем его в действии. Мы наблюдаем, как на наших глазах за последние, ну, сколько, 80 лет, даже меньше, 70 лет во время эры антибиотиков у самых разных видов живых организмов, у бактерий, у грибков, у насекомых к ядохимикатам возникает устойчивость. И понятно, что это результат естественного отбора. Понятно, каков механизм этого явления. Правда, в нем, как оказалось, действуют не только дарвиновские такие вот медленные постепенные изменения, потому что микроорганизмы могут обмениваться большими фрагментами ДНК, в частности, такими структурами, плазмидами, в которых часто закодированы гены устойчивости к антибиотику. Если устойчивость возникла у одного вида микробов, то, к сожалению, она может передаться вот таким вот путем другим видам, неродственным. Этого Дарвин, конечно, предвидеть не мог, но зато на основе теории эволюции мы можем понять, что в этой ситуации делать. Во-первых, если мы нашли новый антибиотик, которому устойчивости у микробов нет, то мы можем совершенно точно предсказать, что она появится и довольно быстро, потому что так происходило каждый раз, когда люди находили новый антибиотик. Следовательно, успокаиваться нельзя, надо все время искать новые и новые и новые антибиотики, потому что иначе мы проиграем в этой гонке микроорганизмом. Ну и сейчас есть опасения, что мы действительно начали проигрывать. Причины этого мы можем обсудить, если кому-то это интересно, можно задеть этот вопрос, приходится принимать дополнительные меры. Например, практически у любых стран есть так называемые резервные антибиотики, которые не пускаются в широкую продажу, потому что понятно, что если их начать применять широко, к ним выработается устойчивость. Так можно хранить их запас в ожидании какой-то опасной эпидемии и пустить их в ход, как секретное оружие. Понятно, что если мы имеем дело с бактериями, у которых легко возникает устойчивость, то очень полезный вариант это применение комбинированной терапии с двух лекарств. Понятно, почему? Потому что для устойчивости к одному лекарству должна возникнуть одна мутация. Это достаточно редкое событие. Она возникает, допустим, у одной клетки на миллион. Вероятность появления устойчивости одна миллионная, но бактерий много и поэтому получается, что она возникнет достаточно быстро. А для устойчивости к другому антибиотику нужна другая мутация. Ее вероятность тоже одна миллионная. А вероятность того, что у одной и той же клетки возникнут две мутации, она приобретет устойчивость и к одному, и к другому антибиотику. Одна миллионная умножена на одну миллионную. Это тоже произойдет, но не так быстро. Это дает нам резерв времени. Ну и в последнее время была такая статья на замечательном сайте «Элементы» удается получить еще такие хитрые антибиотики, которые действуют у бактерий сразу на две каких-нибудь мишени. Вырубают каких-то два разных процесса в ее клетке. И значит, в этом случае для того, чтобы приобрести устойчивость к одному антибиотику, бактерии тоже понадобятся как минимум две мутации. Это вообще большой прогресс, конечно, в разработке лекарства, и это внушает нам такой осторожный оптимизм, что все-таки эра антибиотиков не закончится в ближайшее время. Кроме бактерий есть много других паразитов, и нам полезно изучать их эволюцию и задавать про них разнообразные вопросы. Где они возникли, есть ли какие-то естественные враги в этом регионе, есть ли там похожие на них виды, которые для человека безобидны, могут ли они стать небезобидными, чем опасные для человека паразиты отличаются от безопасных родственников и так далее и тому подобное. Ну и один из... Ну и вообще, что они собой представляют? Один из интересных примеров того, что это может дать, это такое открытие, которое показало, что возбудитель малярии это водоросль на самом деле, бывшая. Только она утратила фотосинтез, но зато у нее остался хлоропласт, органоид, характерный для водорослей. Почему это может иметь практическое значение? Ну понятно, почему, потому что в клетках человека нет хлоропластов. Значит, надо выяснить, необходим ли этот хлоропласт для жизнедеятельности малярииного паразита. Оказывается, необходим. Фотосинтеза в нем нет, а другие процессы в нем происходят, жизненно необходимые. Но тогда мы можем попытаться его отключить или разрушить с помощью какого-то лекарства, и скорее всего оно окажется безобидным для человека. Но опытным путем такое лекарство даже было найдено. Один из препаратов для лечения малярии, как оказалось, именно так и действует. Не таким, путем слепого поиска. Но сейчас этот поиск может стать направленным, потому что мы понимаем, что маляриный паразит это водоросль, он происходит от водорослей. И это важно для медицины. Другой пример это эволюция вируса ВИЧ-спид. Про него, естественно, было очень много слухов, что его создали американцы в секретных военных лабораториях. Но молекулярная биология и эволюция показывают, что его не могли создать американцы, потому что первые образцы, содержащие ДНК этого вируса, известны, начиная с 50-х, а может быть даже и с 30-х годов 20-го века, когда создать искусственного возбудителя было просто невозможно. Не было таких методов. И доказано, что все эволюционные линии этого вируса ведут к одному общему предку, что эти общие предки вируса существовали в Африке, по-видимому, в республике Конго, что оттуда этот вирус попал сначала в Карибский бассейн, потом в Соединенные Штаты. Все это можно восстановить. Можно установить его происхождение. Он происходит от близкородственного вируса, который поражает обезьян, в том числе и человекообразных. Ну а что касается современных штаммов вируса, то можно с помощью изучения их эволюции установить конкретный источник заражения какой-то группы больных. Вот так, например, было доказано, что один из зубных врачей во Флориде, который, кажется, преднамеренно не стерилизовал инструменты, заразил там почти 200 человек с ПИДом. Так бывает иногда, к сожалению. Хотя, конечно, на медицинские учреждения приходится ничтожный процент заражений. То же примерно самое касается других вирусов. Например, вируса гриппа. За циркуляцией этого вируса в природе, а он сохраняется в организме перелетных птиц, очень внимательно следят эволюционные биологи, пытаясь предсказать, какой штаммов с наибольшей вероятностью вызовет эпидемию на следующий год. Угадать это сложно, но можно сделать некоторые предсказания там более широкие и вакцинировать людей от тех штаммов, которые с наибольшей вероятностью вызывают эпидемию. Ну вот в этом старом варианте ничего не добавлено про вирус, который вызвал современную пандемию. Но я про него тоже несколько слов скажу. Вот в другой лекции и в некоторой статье, там задача на сайте элементы, я писал о том, почему человек так часто получает своих новых опасных вирусов от летучих мышей. Выяснилось, что это действительно так. Это такая конкретная проблема, она меня привела к тому, что я стал смотреть, что вообще известно про вирусов и про их эволюцию. Ну и оказалось, что ученые, в общем-то, серьезно за последние 10 лет были озабочены этой проблемой, в частности с тем, что очень небольшой процент вирусов млекопитающих известны для науки. Описано примерно 5 тысяч, а предполагается, что их от 300 тысяч до миллиона. То есть подавляющее большинство вирусов, которые могут заражать млекопитающих, а значит, возможно, и человека, просто неизучены. И был, значит, огромный проект всемирного Верома, и ученые собирались расшифровать ДНК всех вирусов, всех млекопитающих. Это, кстати, не так дорого стоит, предполагалось, что на это придется затратить что-то там порядка 3 миллионов долларов. И даже крошечная эпидемия SARS, которая произошла 15 лет назад, вирус атипичной пневмонии, привела к ущербу в десятки раз больше. Хотя тогда заболело всего несколько тысяч человек, кажется, около 6 тысяч. 600 умерло. Там смертность была примерно 10%. Благодаря этим исследованиям тоже можно сделать некоторые предсказания. Например, что с наибольшей вероятностью новые опасные вирусы будут передаваться человеку именно от летучих мышей. Что с наибольшей вероятностью это были тогдашние прогнозы. Новые вирусы возникнут в Юго-Восточной Азии. А на основе этих прогнозов ученые предлагали разработать методику предсказания пандемии и, возможно, их предупреждения. И я в этой задаче писал, могу себя процитировать, что когда произошла эта эпидемия SARS, то многие журналисты стали говорить, что ну вот, чего подняли такой шум, всего-то заболели там каких-то несчастных 6 тысяч человек, по всему миру 600 умерли, от туберкулеза умирают миллионы и ничего. Все это вообще распил и откат и зряшная паника. Но было ясно уже тогда, что эта паника никакая не зряшная, что это действительно требует большого внимания. Все на каждом углу в этом трубили. И единственное, чего ученые не смогли, это опередить события. То есть понятно было, что пока гром не грянет, мужик не перегрестится, да? Креститься они даже начали немножко заранее, но гром грянул просто немножко раньше, чем, возможно, удалось бы наше нынешнее событие предотвратить. Однако есть надежда, что эти исследования благодаря этой нашей пандемии сильно ускорятся. Вот, например, от SARS за 15 лет никто не удосужился сделать вакцины. А вот ковида все-таки удалось сделать ее в течение двух лет, и не одну, а десять и больше. И что следующую такую пандемию действительно удастся предсказать и предотвратить. Но для этого нам нужно изучать эволюцию вирусов. Другая такая неожиданная область, где важную роль играет эволюционный подход, это развитие и лечение раковых заболеваний. Дело в том, что раковые клетки, они ведут себя, в общем-то, как такие чужеродные для нас одноклеточные существа, которые начинают независимо эволюционировать внутри нашего организма. И причем, как только мы начинаем эту опухоль лечить, мы проводим среди них, ну, трудно сказать, естественный или искусственный, но отбор. Хорошо, если нам удается задавить все эти клетки, как во многих случаях и случается. Или вовремя удалить опухоль, если она локализованная, если она солидная. Но если этого сделать на первом этапе не удается, то из-за того, что мы используем ядовитые лекарства, выживают и начинают преимущественно размножаться те клетки, которые обладают к этим лекарствам наибольшей устойчивостью. То есть возникает точно то же самое явление, как и при лечении бактериальных инфекций антибиотиками. Дальше на каком-то этапе этих клеток остается мало, а потом именно они снова начинают расти, вызывают появление новых опухолей, в том числе метастазов, и оказывается, что имеющимися лекарствами подавить их рост уже не удается. Ну, как решить эту проблему? Это отдельная тема, и я не очень глубоко в это уникал, но я знаю, что онкологи, специалисты по развитию раковых заболеваний, по канцерогенезу, понимают на основе теории эволюции, что такая проблема существует, и разрабатывает такие методы лечения, которые позволили бы задавить именно самые агрессивные клоны и дать возможность выживать менее агрессивным. Ну, а еще один вывод теории эволюции, который мы все используем, это единое происхождение жизни на Земле. Это очень важно. Это важно, во-первых, потому, что многие болезни человека мы можем, понимая это, изучать на совсем других организациях, и не только на мышах, а иногда и на мухах, и даже на дрожжах, поскольку базовые биохимические процессы у всех клеток одинаковы, и какие-то выводы, сделанные на дрожжах, вполне применимы и к человеку. А также потому, что мы можем использовать генную инженерию до самых разных целей, поскольку у всех живых организмов химический состав один, генетический код один, белки состоят из одних и тех же аминокислот, и хотя и не так уж просто, с разными ухищрениями мы можем заставить бактерию прочитать ген человека и синтезировать человеческий белок. Тут я тоже могу выдавать вот такую книгу «Сумма биотехнологий». На этот раз это уже не мой одноклассник, а мой ученик, выпускник, Саша Панчин, который пытается развенчать всякие страхи, связанные с генной инженерией. Но вообще тут ситуация очень странная. Вы, наверное, знаете, что весь инсулин, который используется для лечения больных диабетом, получается генноинженерным путем. Его производят бактерии на основе человеческого гена, который встроен в эту бактериальную клетку. Значит, этот генноинженерный белок человек не просто ест, его впрыскивают ему в кровь, и никого это не смущает, потому что никому не хочется, естественно, умереть от диабета. А когда какой-то человеческий белок или там нечеловеческий, а, например, там рыбий ген или ген там морковки встроен в геном другого растения, то все начинают кричать, что это растение ужасно опасное, что есть его нельзя, что от этого у всех людей возникнут мутации, и все мы умрем или останемся без потомства. Странные гримасы человеческого разума, согласитесь, да? Ну вот Саша Панчин пишет часто о том, что выяснилось, что такие же чужеродные гены, в частности гены бактерии, есть у сортов растений, полученных традиционным путем, путем традиционной селекции. В частности, оказалось, что все домашние сорта ботатов содержат несколько бактериальных вставок, которые туда как-то случайно попали без участия человека. Люди едят эти ботаты в течение тысяч лет. Так что можно сказать, что геномодифицированные растения, генетически модифицированные растения, очень хорошо опробованы самой природой. Ну а еще одна область, которая, в общем, тоже, я считаю, приносит практическую пользу, это возможность благодаря эволюционной теории узнать получше наше собственное происхождение, нашу собственную изменчивость, нашу собственную эволюцию, в целом сущность человека. Значит, что про это я могу сказать? Что человек эволюционировал так же, как другие живые организмы. В ходе этой эволюции действовали примерно те же самые силы. Ну и с биологической точки зрения, это, я думаю, все понимают, человек – это просто один из видов млекопитающих и один из видов человекообразных обезьян. Поэтому, когда говорят «человек и животные» или «человек и человекообразные обезьяны», биологи слегка морщатся и предпочитают говорить «человек» и «другие человекообразные обезьяны», поскольку мы с вами, конечно, «человекообразные обезьяны». Ну и наши ближайшие родственники – это два вида шимпанзе, карликовый и обыкновенный среди современных обезьян, чуть более далекие гориллы, еще чуть более далекие орунгутаны, их тоже там по два-три вида сейчас выделяют. Мы всего лишь один из этих видов, как говорят англичане, «эйпс» – больших приматов. И все признаки, которые считаются чисто человеческими, я не буду их даже перечислять, в зачаточном виде есть у животных. И мы можем себе более-менее представить, хотя и не в деталях, как они возникли на основе эволюции из соответствующих признаков наших ближайших родственников. Это не значит, что человек от них не отличается. Он от них отличается и по некоторым параметрам, видимо, принципиально отличается. Но тем не менее, даже появление этих принципиальных отличий мы можем представить себе как возникшие эволюционным путем. Мы можем восстановить историю расселения людей по земному шару, и она достаточно хорошо известна. Мы знаем, что все люди возникли в Африке, потом они расселялись разными путями, позднее всего они проникли в Южную Америку, по-видимому, не больше 15 тысяч лет назад. А из Африки основная волна вышла 80 тысяч лет назад. Мы хорошо себе, гораздо лучше, чем еще даже 20 лет назад представляем изменчивость человека. Мы знаем, что вроде бы она довольно высокая, что у нас много генетических различий, что это не только единичные замены нуклеотидов, но и довольно большие вставки разных кусков. Ну и интересно, такие новые данные, что большинство из нас – это гибриды, которые возникли в результате скрещивания двух или нескольких древних видов людей. Нашего вида, человека разумного хомо сапиенс, неандертальцами, а у некоторых народностей еще и с третьим видом людей, денисовским человеком, а может быть еще у кого-то и с четвертым видом людей. Так что мы – это межвидовые гибриды, и если есть какие-нибудь люди, которые могут гордиться чистотой своей крови, то это прежде всего живущие на юге Африки бушмены, предки которых, видимо, ни с кем не скрещивались, ни с неандертальцами, ни с денисовцами. Вот это такие настоящие чистокровные люди, но уж никак не белые европейцы. Ну и, с одной стороны, уровень генетической изменчивости человека оказался выше, чем мы думаем. Про это есть хорошая статья на сайте «Элементы. Мутирующее человечество» того же Саша Маркова. Но при этом, во-первых, этот уровень изменчивости не одинаковый в разных местах. Замечательно, что самый высокий он в Африке, где люди жили дольше всего. Ну а из Африки, естественно, мигрировали какие-то авантюристы небольшими группами, и каждый раз, когда такая небольшая группа выходила и двигалась дальше, изменчивость падала по сравнению с исходной популяцией. Поэтому в Евразии она ниже, в Австралии еще ниже, а ниже всего генетическая изменчивость среди аборигенов Южной Америки. Все, как предсказывает теория эволюции. Ну и хотя у человека очень много мутаций, и число их растет, потому что растет численность людей, на самом деле изменчивость человека все равно очень невысокая. Это связано с тем, что наш вид несколько раз проходил через периоды очень низкой численности, когда на свете оставалось, видимо, всего 10 тысяч людей. И мы чуть не вымерли. Последний раз это было где-то 1070 назад из-за очень крупного вулканического извержения. Видимо, стало действительно сильно холоднее, все там стало плохо, и люди чуть не вымерли. И мы все потомки небольшой такой популяции. Наша изменчивость ниже, да, вот это событие, извержение вулкана в районе Индонезии. Наша изменчивость ниже, чем у многих других родственных видов животных. Кроме того, она непрерывна. А что касается европейцев, то как это ни удивительно, последний наш общий предок у всех европейцев вообще жил около 5000 лет назад. В это трудно поверить, но если вы хотите в это вникнуть, я советую вот эту статью Егора Базыкина. Так что мы все очень близки друг к другу. Отсюда тоже следует очень важный практический вывод, что невозможно создать то, что называют этническим оружием. То есть какие-то химические вещества или, я не знаю, генно-инженерные конструкции, или что бы то ни было, которые уничтожали людей определенного этноса. Во-первых, потому что чистых этносов не бывает, а во-вторых, потому что генетические люди все очень близки друг с другом. О создании такого оружия всерьез говорило некоторое время назад наше начальство, и даже, может быть, не перестало, не знаю, сейчас это как-то не очень звучит, а так звучало во всех газетах. Ну и под это дело, например, было запрещено вывозить из страны любые генетические материалы, взять их в россиян, что создало только большие проблемы с научными исследованиями. Никаких разумных оснований под этим не было, конечно. Ну и два слова я скажу про современный этап в эволюции человека. Тут наблюдаются такие большие разночтения. С одной стороны, часто пишут, что эволюция человека прекратилась. Вот я нашел цитату из старого, правда, школьного учебника, но уже не лусенковских времен, где написано, что естественный отбор утратил значение в эволюции человека, усложняющие трудовые процессы, изгодовение орудий труда, предметов быта, речь, жесты, мимика, содействовали развитию головного мозга и органов чувств. Непонятно, как бы они могли этому содействовать, кроме как путем упражнения или неупражнения органов и наследования этого поломарку, чего, конечно же, быть не может. Вот такая фраза существовала в школьном учебнике, который пережил там 30 переизданий. С другой стороны, можно найти и противоположные утверждения, например, что эволюция человека ускорилась. И это, видимо, ближе к истине. Ну, понятно, что, во-первых, никуда не девается так называемый очищающий отбор. Причем нам только кажется, что смертность человека достаточно невысокая, на самом деле она остается очень высокой, прежде всего на эмбриональных стадиях. Потому что после зачатия и начала развития эмбрионов по разных данных гибнет от 50 до 80% всех этих эмбрионов, не родившись на свет. И прежде всего на тех стадиях, когда беременность еще не обнаруживается. Например, до имплантации. Это совершенно обычное дело. Но про ослабление. Такого вот очищающего отбора тоже ведется речь. Вот, в частности, Алексей Симонович Кондрашов, один из крупных эволюционных биологов, считает, что против слабо вредных мутаций отбор сейчас не действует, потому что если у человека какие-то небольшие отклонения в здоровье, они легко корректируются медикаментозными или какими-то другими медицинскими способами. И эти слабо вредные мутации в человеческой популяции должны поэтому накапливаться. На самом деле никто не знает, честно говоря, накапливаются они или нет. Известно, что за последние тысячи лет естественный отбор очень сильно влиял на наш геном, на нашу генетику. Но это связано, прежде всего, тоже с инфекционными болезнями. Вот такие изученные способы. Ну, например, известно, что там, где люди часто болеют малярией, высокая частота очень вредной мутации, которая приводит к заболеванию серповидно-клеточной анемии, потому что больные и носители этой мутации реже умирают от малярии и польза перевешивает вред. Так бывает. И мы до сих пор наблюдаем вот эти вот последствия всеобщей смертности от малярии в тропиках. Это современная картинка. Другой пример такого действия за последние тысячи лет это распространенность непереносимости лактозы. Известно, что многие люди спокойно могут выпить литр молока, и им ничего не будет. А у других людей от этого возникает довольно тяжелое расстройство пищеварения, там головная боль, и вообще они очень плохо себя чувствуют. Вот в Европе эта непереносимость лактозы практически не встречается. и доказано, что это результат совместной эволюции человека и коров за последние пять тысяч лет, то есть за то время, пока сельское хозяйство распространялось по Европе. Потому что именно в этом регионе коровы были одомашнены довольно рано, широко распространялись, а главное, там была традиция употребления в пищу свежего молока, а не кисломолочных продуктов, где уже нет лактозы. И там произошел сильный положительный отбор в пользу того, что взрослые люди научились переваривать молочный сахар, предназначенный, в общем-то, не для них, а для младенцев. Так что в наших генах есть следы вот этого недавнего направленного отбора, уже не отсеивающего. Но про то, как действует вот такой вот движущий отбор, который меняет в каком-то направлении наши признаки в наши дни, известно удивительно мало, потому что в человеческих популяциях по понятным там разным причинам это очень трудно изучать. И есть только некоторые данные, которые позволяют предполагать, что он должен действовать. Ну, например, есть такие достаточно надежные данные, что люди с экстравертностью, а она, как и другие черты характера, во многом обусловлены наследственностью, в принципе, оставляют больше потомства, потому что они более общительные, легче вступают в контакт, там легче находят себе половых партнеров, и вроде бы должны выигрывать. И если бы они по всем статьям выигрывали, то интроверты бы просто исчезли, их не осталось бы в популяции. Но, по-видимому, это не так. По-видимому, тут действует не вполне направленный, а такой балансирующий отбор, поскольку в то же самое время экстраверты более такие бесшабашные, рискованные, и возможно, что их преимущество в размножении компенсируется и в более высокой смертности от разных происшествий, что они чаще попадают в какие-нибудь истории. Вот еще один пример действия направленного отбора, который может внушать тревогу. Это вот довольно недавняя статья, ну сколько там, 3-4 года назад, такое масштабное исследование, которое показало, что чем больше лет человек проводит в школе, в университете и вообще продолжая образование, тем меньше он оставляет в среднем потомство. Причем доказано, что это зависит от генотипа, что действительно гены таких людей, которые склонны получать образование, в популяции проигрывают. Ну и если эта тенденция будет долгое время сохраняться, то можно предполагать, что в целом человечество в результате поглупеет. Там через несколько тысячелетий. Не исключено, кстати, что оно уже поглупело за истекшие несколько тысяч лет. Для этого тоже есть некоторые данные, но менее надежные. Так что, если эволюция и движется в какую-нибудь сторону сейчас, то вовсе не в такую, какую часто рисуют какой-то хиленький человечек со сверхинтеллектуальными способностями, а скорее в противоположную. Ну и возникает вопрос, насколько эти предположения оправданы, насколько эти предсказания выполнятся. Здесь я тоже могу процитировать Маркова, который пишет о том, что в данном случае теория эволюции не дает нам ответа на этот вопрос. Мы не можем предсказать, в каком на самом деле направлении будет идти эволюция человека в течение ближайших нескольких тысяч лет. Прежде всего потому, что, как он справедливо замечает, в наши дни направление действия отбора в человеческих популяциях очень сильно зависит от культуры, от культурных традиций, от наших представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. А эти культурные тенденции изменяются очень быстро. И поэтому на тысячелетия вперед мы никак не можем предсказать направление действия отбора. Здесь теория эволюции оказывается бессильной. Ну и в последней части моей лекции я попытаюсь очень коротко ответить на наиболее распространенные обвинения, которые выдвигаются в адрес эволюционной биологии и теории Дарвина в частности. Значит, дарвинизм оправдывает фашизм, расизм, слабый должен погибнуть, неполноценные расы исчезнут с лица земли, никаких неполноценных рас, конечно, нет, но то, что примитивные племена исчезнут с лица земли, Дарвин прекрасно понимал, и с этим ничего нельзя было поделать. Они действительно практически исчезли с лица земли по разным причинам, в частности, из-за того, что они не обладали устойчивостью к болезням, которые приобрели люди более крупных популяций. И при любом контакте с цивилизацией они просто вымирали от инфекций. Но, хотя в этом смысле дарвинизм, а точнее его такую грубо упрощенную версию социал-дарвинизм действительно брали на вооружение фашисты, не Дарвин, не эволюционная биология в этом ничуть не виноваты. Любую научную теорию можно извратить, можно использовать его во вред, но в этом дарвинизм ничуть не больше виноват, как писал Кирилл Юрьевич Яськов, чем Ютон в том, что иногда падают и разбиваются самолеты из-за закона всемирного тяготения. Потому что сам по себе дарвинизм в правильной научной интерпретации как раз в некотором смысле как высшую ценность расценивает разнообразие человечества. И то, что люди изменчивые обладают разными признаками, в том числе расовыми, по понятным причинам. Ну вот, одна из моих однокурсниц, кончивших биофак МГУ, часто против дарвинизма выдвигала такие аргументы, что вот вы говорите, что все мы животные, а если вы детям говорите, что мы животные, то значит и вести себя можно как животные, они так и будут себя вести. Значит, нет, человек – это божественное творение, вот если им говорить, что в них Бог вдохнул душу, то тогда они будут вести себя как следует. Но на самом деле, во-первых, исследования о том, как себя ведут верующие и неверующие, это не подтверждает, ведут они себя примерно одинаково в разных ситуациях. А во-вторых, в этом смысле действительно человек не отличается от родственных ему видов животных, от млекопитающих. Была такая обширная работа, где сотни видов млекопитающих сравнивались по уровню смертельной агрессии внутри вида. Ну и часто говорят, что вот человек – это такое единственное существо, у которого вообще никаких тормозов нет, который убивает себе подобных, что он там хуже волка и всех остальных. Значит, ничего подобного, он не ангел, он не дьявол. Оказалось, что уровень внутри видовой агрессии у человека примерно такой же, как у человекообразных обезьян и многих-многих других видов млекопитающих. А надежду тут дает то, что, как опять-таки показывают исследования, надежные, в течение всей истории человечества, начиная от каменного века и кончая, как ни странно, в 20-м и 21-м уровень внутри видовой агрессии у человека неуклонно снижался. И вероятность погибнуть насильственным путем была наиболее высокой в каменном веке, ниже в древности, еще ниже в средневековье, еще ниже в 19-м веке, еще ниже, как неудивительно, в 20-м веке. И наиболее низкая она в наши дни. Так что с этим все более-менее нормально. Ну, пока, по крайней мере. Многие ученые отвергают дарвинизм как основную такую парадигму биологии, не верят в него, опровергают его. Ну, нет, в целом это не так. Есть ученые, которые пытаются его чем-то дополнить и утверждают даже, что естественный отбор в эволюции это не главное. В частности, один из ведущих молекулярных биологов Кунин в своей популярной в частности книжке, он опубликовал такую популярную книгу на эту тему, она называется «Логика случая». Ничего, интересная книга. Пытается доказать, что естественный отбор это так, рябь на воде, а вообще вся эволюция шла на основе разных случайных событий. Но в целом это не так и никакой достойной замены синтетической теории эволюции пока не найдена. Но эволюция это, конечно, факт. Никто из серьезных ученых не сомневается в том, что она шла, причем шла миллиарды лет, начиная с ранних этапов развития Земли, там возникла жизнь и развивалась длительное время. Но и в то же время эта теория и она обладает предсказательной силой и многие положения ее проверяемы, поэтому эта теория научная. А вовсе не новая религия, как иногда пытаются нам представить себе. Ну и таким образом в главном Дарвин прав, хотя, конечно, его исходные положения во многом изменились, были уточнены, продолжают уточняться. Про это можно написать толстую книгу, про то, как это происходит в наши дни. Но это вовсе не значит, что теория эволюции опровергнута. Но почему она подвергается таким нападкам? Ну, во-первых, она затрагивает ту область, которая для всех наиболее болезненна, это происхождение эволюции человека. Нас же мы сами интересуем больше всего. Поэтому то, что земля не центр вселенной, это как-то не очень задевает всех, а вот то, что человек произошел от другой обезьяны, это почему-то вызывает разные нарекания. Но во многом из-за того, что, к сожалению, у большей части средств массовой информации гонятся за сенсацией, а большинство журналистов не очень грамотны. И ведут они себя часто так, как вот на этой вот картинке. Можно я ее не буду расшифровывать? Можете сами на нее посмотреть, полюбоваться? Да. Вот так вот все и происходит в наших средствах массовой информации. Ну, а на самом деле это не так. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на вопросы. По крайней мере, попытаться, если они у вас есть. Шартом? Добрый вечер. Вы затронули тему такую интересную геноинженерия, и очень приятно, что вы упомянули Панчина, очень приятно о нем слышать. Подскажите, вот насколько я знаю, что вообще на территории России различные эксперименты с геноинженерией, они как бы не очень приветствуются. При этом, вот вы сказали про инсулин, ну да, это чистые вообще воды геноинженерия, вот где эта грань между тем, когда да, можно, круто, мы это используем, и даже особо не вспоминаем про то, что это геноинженерия, и где грань, что это нельзя делать? Попробую ответить на этот вопрос. Значит, да, у нас действительно есть серьезные ограничения, в частности, у нас запрещено выращивать, кроме как в научных лабораториях и в научных целях, генетически модифицированные растения. С моей точки зрения, это такое лоббирование интересов каких-то сельскохозяйственных производителей, и в общем, это очень глупо и очень плохо. Плохо это почему? Потому что это на самом деле наносит вред здоровью людей. Что является альтернативой генной инженерии? Ну да, надо пояснить, а что вообще делается с помощью генной инженерии с растениями, в первую очередь? В первую очередь, сейчас, ну там, вот такие, первого поколения эти растения обеспечиваются генами устойчивости либо к вредителям, например, картофель-колорадскому жуку, либо к гербицидам. То есть, вы можете уничтожить сорняки каким-то ядохимикатом, а культурные растения не пострадают. Альтернатива на самом деле таким вот генно-инженерно-модифицированным сортам это использование ядохимикатов. Если мы генно-инженерным путем придаем картофелю устойчивость к вредителю, то что мы делаем? Мы вводим туда ген бактериального токсина. Этот бактериальный токсин производится, во-первых, только в ботве, в клубнях его нет реально. Во-вторых, это белок, поэтому в окружающей среде он быстро разлагается. Он может убить каких-то насекомых, которые не причастны к картофелю, не вредят ему, но он будет действовать там год, допустим. Если мы используем ядохимикаты, то, во-первых, они накапливаются в почве, а значит и во всем растении и попадают в наш организм. Во-вторых, они, как правило, неразложимы. Они попадают в водоемы, они передаются по пищевым цепочкам, они сильно вредят окружающей среде. Ну а чем связан такой выбор многими странами, не только России, в Евросоюзе, например, тоже запрещены генетически модифицированные сорта, их тоже там не выращивают? Думаю, что чисто политическими соображениями и тем, что здесь политики идут на поводу вот этих мифических страхов, которые распространены в обществе. Так что эта граница, она должна быть преодолена. И я очень надеюсь, что она будет преодолена. А вот где стоит настоящая граница, о которой вы спросили, с моей точки зрения, эта граница стоит на возможности кинетической модификации зародышевой линии человека. Ну вот, на мышах можно поставить такой эксперимент. Мы генетически модифицируем, там у них один ген. Причем это не новый ген, это ген самой мыши. Просто он у взрослых мышей начинает работать так же, как в норме у молодых. И у них становится больше в мозгу одного конкретного белка. И оказывается, что такие мыши по всем параметрам умнее обычных. Они любую задачу решают лучше. Ну ура! Всего-то навсего надо подкрутить один единственный ген, чуть-чуть усилив экспрессию, чуть-чуть повысив количество белка в мозге, и все люди поумнеют. Ну классно же, правда? Ну просто руки чешутся. Но делать этого нельзя. И, к счастью, это запрещено во всех странах, в том числе в России. Почему этого делать нельзя? Давайте, попробуйте ответить. Ну, возможно, последствия генетические дальнейших мутаций могут быть очень непредсказуемы в этом случае. Ну, в одном конкретном гене мутация это такое редкое событие, и причем эта же мутация может произойти у нормального человека. Ну, в принципе, да. Что-то такого-то. Во-первых, мы сделаем эволюцию направленной, кто будет решать, в какую сторону улучшать всех людей. Не потеряем ли мы эту самую изменчивость, которая позволяет нам приспособиться к чему угодно, да. Это одна беда. А вторая беда, что мозг это настолько сложная система, что мы просто не знаем всех побочных последствий. И на самом деле, когда этих мышей начали изучать, от таких линий умных мышей было получено множество. Потому что понятно, что вариантов там, как это, прокачать мозги есть много, то оказалось, что практически в любом случае побочные эффекты эти есть. Одни очень плохо все забывают, потому что у них память слишком хорошая, и из-за этого постоянно в депрессии. Другие более чувствительны к боли. У третьих там чаще возникает рак мозга, у четвертых что-нибудь еще. А что будет у человека, мы тем более не знаем. то есть в таком случае мы берем как последствия эволюции на себя, если мы подкручиваем гаечки. Может быть и не главное, но пока вмешиваться в это я бы не стал, и мне кажется, что вот здесь проходят границы. Я ответил на ваши вопросы? Ну вот маленькое еще уточнение, но по идее у нас разрешено, я просто не знаю, вот некоторые генетические заболевания, которые связаны с генами, именно их же разрешено вроде бы как бы. Генная терапия разрешена, только эта генная терапия затрагивает только соматические клетки. Например, есть тяжелые врожденные иммунодефициты, при которых можно получить иммунные клетки больного, генетически их модифицировать в пробирке, потом подсадить ему и надеяться таким образом этого ребенка вылечить. То есть опять же эти правила очень такие гибкие. А вот редактирование генома младенца, который избавит его от наследственного заболевания, это технически возможно сейчас, но пока на это никто не решается. Хотя этически тут вопросов не возникает, вот у нас были попытки добиться такого разрешения, тоже один из моих выпускников, кстати, Денис Ребриков этим занимался. Значит, глухонемые родители, известно, какой ген мутировал, известно, что у них родится глухонемой ребенок. Мы получаем их согласие и редактируем этот ген, превращая его из мутантного в нормальный. Ребенок рождается здоровым. Ну что в этом плохого? Тут никакого риска нет в принципе. Я думаю, что не за горами тот момент, когда такие генетические модификации человека будут разрешены. Спасибо большое. Так, извините, что я время много потратил, но вопрос был сложный. Спасибо большое вам за лекцию. Очень увлекательно, интересно. А вопрос в продолжении предыдущего про ГМО и селекцию. Чем они отличаются и отличаются ли? Потому что, например, противники ГМО приводят в качестве примера селекцию, что селекция – это хорошо, а ГМО – это плохо. Да, я отвечу на этот вопрос. Это вопрос более легкий. генетическая инженерия отличается от селекции тем, что, во-первых, ее можно осуществить гораздо быстрее, а, во-вторых, она дает более широкие возможности. Ну, понятно, что для того, чтобы осуществить традиционную селекцию, надо найти вот этот вот исходный материал с нужными мутациями. Это не всегда легко. А здесь мы, например, что можем сделать? Вот последний продовольственный кризис, который намечался после Второй мировой войны, удалось преодолеть, получив так называемые полукарликовые сорта с коротким толстым стеблем, не полегающие, там, с механизированной уборкой. И сначала эти сорта были получены путем традиционной селекции в Мексике. Такой ученый Барлоук разработал на Гранд Рокфеллерского фонда. И в Мексике там урожайность выросла в 10 раз, потом эти сорта распространили в Индии и Пакистане, и там впервые был побежден голод. Замечательно. Но эти гены полукарликовости не были найдены у риса. На самом деле, может быть, были, но не сразу там. Надо искать, надо долго ждать. А с помощью генной инженерии мы можем определить, что это за ген у пшеницы и встроить его в геном риса. И таким образом ускорить дело. Это ответ на вопрос, почему генной инженерии позволяет решить проблему быстрее. А почему у нее шире возможности тоже понятно. Потому что традиционные селекции вы никак не заставите растения производить, например, ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе. Вы можете взять ген рыбы, встроить его в геном растения и сделать пищевой продукт более полноценным. Вот так было сделано с тем же рисом, например. У него строили два гена, один от бактерии, а другой, я уже забыл, сначала от кукурузы это не очень сработало, а потом от кого-то еще. И этот рис начал производить каротин, как морковки. И стал такого ярко-оранжевого цвета. А большая проблема в развивающихся странах состоит в том, что там не хватает сейчас ни калорий, а именно вот витаминов, полноценных белков и так далее. А по витамину А там люди слепнут, гибнут, и вообще все плохо с сотнями тысяч. Ну что, казалось бы, ура! Более того, там автор предложил его там чуть ли не бесплатно выращивать всем, кто хочет. И до сих пор этот рис, кажется, не внедрен ни в одной стране, хотя он был создан 20 лет назад. Вот уже совсем было, его внедрили на Филиппинах, но там сменился президент и опять все застопорилось. Значит, генная инженерия позволяет решить такую проблему, которую традиционными методами решить нельзя, а препятствует внедрению этих вот новых разработок, замечательных на самом деле. Все та же тупая боязнь и предрассудки. Вот и все. Пожалуйста. Да. Правда ли такое, что при трансгенных модификациях растений бывает, что объединяются земли сильно? Что меняется? Объединяются земли сильно, когда пытаются выращивать растения. Я не могу привести такой пример, я только могу сказать, что при любом интенсивном сельском хозяйстве необходимо внесение удобрений. Неважно, какие сорта вы выращиваете, трансгенные или нетрансгенные, это закон убывающего плодородия почвы, который был открыт еще в 19 веке. Если вы с поля забираете большой урожай, то вы вместе с этим урожаем забираете какое-то количество минеральных солей, которые растения поглотили из почвы. Раз собрали урожай, два собрали урожай, три собрали урожай, естественно, количество минеральных солей в почве с каждым годом будет падать. И единственный вариант сохранить плодородие почвы и уносить в нее удобрения. А если еще более конкретно, не в курсе ли вы трансгенные растения более сильно обедняют землю, чем цизгенные? Нет, они вряд ли обедняют почву сильнее, все зависит просто от их урожайности, потому что у них вряд ли выше содержания минеральных веществ на единицу биомассы. Но если обычное растение дает урожай 10 центнеров с гектара, а трансгенная 20, то, естественно, во втором случае почва будет объединяться вдвое быстрее. Вот и все. Все, понятно, спасибо. Пожалуйста. Что должен был создать Господь Бог, чтобы запустить процесс эволюции? Где тот объект, с которого начинается эволюция, по современным представлениям, или что прочитать? Значит, это тема, в которой, может быть, единственная, связанная с эволюцией, в которой она совсем некомпетентенна. Тема называется происхождение жизни. Вот у меня тут какой-то психологический барьер. Я как вот запомнил, как нас учили в школе и в университете теории опарина о возникновении консерватных капель, так мне и кажется, что сейчас все это на том же уровне. На самом деле, это не так. Конечно, представления о происхождении жизни тоже очень сильно продвинулись и сейчас про это известно гораздо больше. Я просто не берусь отвечать на этот вопрос, потому что эта тема очень от меня далекая, но я могу сказать, что почитать. Есть книга, автор ее, Михаил, наверное, Никитин. Вышла, наверное, года два или три назад. По-моему, она так и называется «Происхождение жизни». Не подскажете кто-нибудь из присутствующих? От молекул до древа это другое. Это книга Ясли была. Значит, автор Никитин. Я думаю, набрав Никитин «Происхождение жизни», ее легко найдете. Это сотрудник Института имени Белозерского МГУ. И эта книга на современном уровне описывает состояние проблемы происхождения жизни в наши дни. Да. Пожалуйста, а как вы относитесь к, ну, так, к окоплению населения? Только о том, что говорили. Я к этому не отношусь. Я стараюсь наоборот сделать. Население получит. Население действительно купить... Я сейчас отвечу на этот вопрос. Сейчас. 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 Я скажу. Есть такой грубый инструмент измерения уровня интеллекта, который называется IQ. Это некоторые тесты, которые проверяют в основном абстрактное мышление. Ну, то есть то, что нужно для решения прежде всего на самом деле научных задач, а не жизненных. но эти тесты прилично разработаны, давно используются, проводятся во всех странах мира. И коэффициент IQ – это средний по популяции. Значит, где должен быть коэффициент IQ 100? Ну, в Китае, потому что в среднем все люди китайцы. Интересно, что в России и в США он тоже очень близкий и тоже равен 100. Примерно. 98, если я правильно помню, так вот, оказалось, что в течение всего периода наблюдения, это где-то уже несколько десятилетий, коэффициент IQ во всех странах мира рос. Он увеличивался. Но с чем это связано, трудно сказать, почти наверняка не с генетикой, конечно, а с тем, что там повышается уровень образования, что дети больше возятся с родителями, что, то есть наоборот, родители с детьми, ну, а дети с родителями, да, что дети больше читают и так далее. Это как-то называется эффект кого-то, только я не помню, вот это повышение IQ довольно быстрое. Но, к сожалению, лет 15 назад тенденция изменилась и изменилась обратно. И по наблюдениям по всему миру IQ начал постепенно за последние 15 лет снижаться. По крайней мере, он перестал расти. С чем это связано, никто сказать точно не может. Но что под подозрением оказалось в первую очередь, конечно, как вы думаете? Гаджеты, естественно, да. Все стали, все стали думать, что может быть это связано с тем, что дети меньше стали там писать рукой, а стали печатать на телефоне, что они меньше времени читают книжки, а больше сидят, уткнувшись в экран компьютера, да. Но в реальности причин этого никто не знает. А тенденция такая и есть, да, действительно. Это меня очень удивило. Я недавно вообще этим как раз интересовался. Правда ли это вообще? Ну да, вроде бы да, есть. Сложно сказать. Я думаю, что ученые это активно исследуют и можно найти при желании результаты. Вопрос? Посмотрим, что будет через 30 лет. Здравствуйте, Сергей Менделевич и все пришедшие. Вопрос от вас с вашего позволения. Вы говорили, что основная масса вирусов скорее всего будет приходить из Юго-Восточной Азии в будущем. В чем связана локализация именно в этом регионе? Ну, детально я на этот вопрос ответить не могу. Но с чем вообще связана передача вирусов от животных в человеку? Так, в целом. Потому что можно попробовать логически обосновать эту точку зрения. Чистота контактов? Ну, во-первых, число видов животных. Юго-Восточная Азия, в том числе Индонезия, это один из таких центров видового разнообразия. Чем больше видов животных в регионе, тем больше там разнообразия вирусов. Второй фактор это численность населения. Потому что чем больше людей живет в каком-то регионе, тем больше контактов между этими людьми и животными. И третий фактор это антропогенная нагрузка. Потому что когда мы изменяем природное сообщество и заменяем какими-то искусственными, то часто экология отдельных видов животных меняется. Ну и, например, с летучими мышами как происходит передача часто от летучих мышей к человеку. Летучие мыши, которые жили где-то в джунглях, начинают прилетать на имплантации бананов или манго, надкусывают плоды, дальше эти плоды падают на землю, дальше их поедают сельскохозяйственные животные, например, свиньи. И вирус преодолевает один межведовой барьер и передается этим свиньям, а потом от свиней человеку. Ну и, видимо, вероятность этих процессов учеными оценивается выше именно в этом регионе. И второй вопрос. Когда мы говорим о теории эволюции, обычно представляется такой длинный отрезок, условно говоря, от лоцентника до человека. А как идет исследование эволюции на ближайших пределах, условно, последние 100, 50, 25 лет? Очень активно идет, потому что у ученых появилось больше денег, больше возможностей, численность ученых растет, а главное, появились новые методы, прежде всего молекулярные. И ученые нашли множество примеров, довольно стремительной эволюции за последние сотни лет, в том числе, возможно, даже за рождение новых видов. Вот, например, такой пример есть. Там есть какие-то яблонные плодожорки, такие мухи, которые в Северной Америке прорезитировали на боярышнике. А потом туда европейцы привезли яблони культурные, и часть этих мух перекинулись на яблони. Это известно, что произошло там 150-200 лет назад. Ну и вот они почти разделились там на два отдельных вида. И такие процессы можно изучать. Очень много есть данных по эволюции разных видов рыб там в озерах в зависимости от их возраста. И тоже там показано, что за десятки тысяч лет возникает множество новых видов. Дарвиновы вьюрки изучаются до сих пор. Это одна из таких моделей эволюции на уровне вида. В частности, там была пара ученых, которая жила на Галапагостских островах 30 лет и в течение 30 лет изучала, что происходит в популяциях этих вьюрков. Так что данных на эту тему полно. Я только могу опять помахать этой книжкой. Добрый вечер. Такой вопрос. Не упоминали про половой еще отбор. Естественный был, а вот половой как-то нет. Вот павлин, например, у него большой хвост. Вроде зачем он ему эволюционно-то? Ну, существует половой отбор, да. Я считаю, что, конечно, это важный фактор эволюции. На эту тему тоже написано много всяких работ. Дарвин на самом деле тоже его в качестве фактора эволюции как бы уловил, предвосхитил этот половой отбор. У него следующая книжка «Эволюция человека и половой отбор» называется «После происхождения видов». Так что если вопрос в том, действует ли половой отбор, да, конечно. И иногда он заводит виды в эволюционный тупик, по-видимому, нарушая приспособленность. Даже так вроде бы бывает. Да, у оленя там с рогами. Спасибо. Спасибо большое. Рад, что лекция вызвала такие многочисленные вопросы. Постарался на них ответить. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова